Итак, всем привет! С вами снова Гуджин. Это значит я. Меня как и прежде зовут Влад. Уже 30 лет как зовут меня Влад. Некоторые, наверное, скажут, слишком стар для таких игр, но... Я считаю, что наша компьютерная эра только входит в свой разворот. И наши дети, я думаю, тоже будут до 30, а то и дальше играть в компьютерные игры. И им тоже будут нравиться какие-нибудь старенькие игры, без какой-либо нормальной графики, на которую их дети будут смотреть искосно на эти игры, будут плеваться. Так, что-то я увлёкся в лирику. Значит, играю я с баем. Гуджин, АВГ, Бай в первой команде. Ну, как вы видите, РПГ и Принц Кассат во второй команде. Играем, значит, я танкист, Бай Лазер. Здесь, значит, Кассат китаец и супероружие. Фу, РПГ китаец и Кассат супероружие. Дима не стал долго ждать, снарядил свой вертолёт и бросил его вперёд. Да, сразу хочу предупредить, видео получилось очень, так сказать, коротенькая. Игра быстренькая. Я тут раскатываю своим камазиком по территории американца. Проскочил я, он ещё не успел в тот момент достроить свой замораживающий патриот. Да, задавил второго пехотинца. Прям слышно было, как я по его костям прокатился. Ну, а Дима Байдаль долго тут время не теряет, уже захватывает чужие вышки. Свои ещё не захватил, уже чужие захватывает. Вот, мерзаяц. Здесь он понимает, что его лазер заморожен. Строит вторую пушку замораживающую. Я, в свою очередь, понимаю, что мешают эти замораживающие пушки. И своим, значит, тут камазиком видел, что на базе-то особо ничего и нету. Залететь можно. Я играю хоть и танковым, да, танковые. Блин, где бы смотри, кто здесь. Танковые, да, я генерал. Но всё равно я нахожу лишние 2000. Всё это идёт под присмотром чужого дрона. Зелёного дрон. Супероружие. Он видит, что я строю. И аэродромы, и Хеликса. И сейчас уже вышел Драгон Танк. Мы сожжём. Мы там всех сожжём, как он мне говорит, когда я к нему обращаюсь. Дима уже не как третий свой патриот лазерный перестраивает. Ну, а здесь он уже построил военный завод, чтобы, видимо, отремонтировать свой трактор. И уже не спеша трактор закатывается. Видимо, у него уже из четырёх ведущих колёс одно только работает. Остальные так катятся. Уже чуть ли не на своём ковше туда закатывается. Знаете, как в том видео на Ютубе, когда экскаватор плывёт по реке, отталкиваясь чисто своим ковшом от воды. Здесь заезжает мой Драгон Танк. Я опять отвлёкся. Чуть не пропустил такой замес. Мой Хеликс тут почти подбитый, видимо. И вот тут ракетчики уже поклепали немного. Ну, и Дракоша тут не спеша своё дело чётко знает. Уничтожил он одну вышку, почти уничтожил вторую. Я тут захватываю энергореактор, супероружие. Сейчас у него все патриоты сдохнут. И это я понимаю, разворачиваю свой вертолёт и направляю на трактор. Да, трактор сейчас будет уничтожен вертолётом. А так как электричества нет, даже построенный супероружейный Патриот молчит и не может. Не может, не в состоянии мне что-то ответить обычному вертолётику. Зелёный у нас ещё не сдаётся. А, всё, один сдался, это РПГ сдался. Он играл у нас здесь китайцем. А, супероружейный американец не хочет сдаваться. У него есть одна вышка. Я у него захватываю казарму. Давайте немного промотаем, потому что, насколько я помню, я её захватил. И своего пехотинца, да, своего пехотинца я отправил в эту же казарму подлечиться. Здесь, конечно же, принц-кассат расплылся в улыбке. Ему понравилось, что мой пехотинец зашёл как бы в только что бывшую его казарму и там вылечился. Залатал все свои раны, залезал. Выходят уже отсюда пехотинцы. Конечно же, с ними не справятся. Ракетчикам тем более. Вот машинка идёт так же. Да, привёз он сюда свой Камазик. Увидел, как я своим Камазиком тут его давил. Но он как-то, конечно, не умел, не умел он пользуется. А Камазик такая хорошая вещь. Пока тут не было ракетчиков, этим Камазиком можно было тут порулить. Да, здесь Дима Байл нас поджигает всех пехотинцев, которые были. Сейчас заморозит энергореактор, я так полагаю. Ну и всё, сдаётся, да, сдаётся. Последний противник. Я уже захватил у него тут вышку и казарму. Ну, в общем, игра была понятная. С самого начала активные действия не дали никаких шансов нашим противникам. Вот такая коротенькая игра. Пока у меня никого нет дома, пока у меня есть настроение. Я комментирую сегодня, это уже второй комментарий и вторая игра. Просто за сегодня. Ладно, до следующих видео посмотрим. Сейчас, если меня позовут играть, буду играть. Если нет, сделаю вам ещё одно видео с моими комментариями от Гуджина. Всем привет, пока!